приветствую вас мои дорогие зрители рада вас видеть на моем канале с вами лилия донского и у нас будет обзор новинки из серии the one от компании oriflame это новая палетка которая включает в себя румяна хайлайтер и бронзатор так я ее открываю тадам смотрите как здорово все запаковано целлофанчик а на обратной стороне есть подсказка что что для чего на в какие места наносить а это кстати очень здорово и очень нам с вами поможет итак начинаем открываю палеточку тогда кстати заказ только привезли и поэтому я вижу сама впервые вау здесь еще одна защитная пленочка сразу отмечаю что палетка зеркалом и очень удобно и большой объем то что у нас с вами есть румяна сверху потом хайлайтер и бронзатор и так пробуем сначала я буду наносить хайлайтер у нас есть подсказка куда наносить я сама знаю беру вот такую кисточку возьму пушистенькую ношу на зону между бровями и так как я сегодня без челки заметили кто меня за мной давно наблюдает что я обычно ношу челку сегодня не ношу так нанесла чуть-чуть до высадила эту зону и переносицу немножко до конца носа не довожу потому что у меня нос и так длинно если я доведу до конца то он будет выглядеть еще больше далее куда можно нанести вот не взяла маленькую кисточку но так вот вот бровь вот в это место так немножко чтобы высветить это место и бровь немножечко подпрыгнет и лицо будет визуально выглядеть моложе статья бы еще и отсюда внесла с этой стороны так дальше мы наносим над верхней губой благодаря этому губы будут сразу выглядеть более такие объемные и сияющие нам подбородок чуть-чуть на ямочку обратите внимание что с возрастом подбородок начинает выезжать вперед и все становится большим уши нос глаза становятся маленькие подбородок падает о кошмар какой-то поэтому мы пользуемся всеми возможными средствами чтобы сделать визуально лицо более более таким красивым вот и все то есть везде где можно было нанести я нанесла отлично и когда если открытые открытые декольте то на ключицу можно нести далее наносим румяна они сначала с коррекцию сделаем ok беру такую вот плотную кисточку сердечко конечно не очень удобно но я могу так сжимать так наносим нет неудобно так буду этой же кисточкой носить наносим вот на эти места когда особенно открытый лоб чтобы скорректировать и лоб не выглядел слишком массивно так и суда то есть я прям видите вдоль линии роста волос нанесла небольшое количество корректора далее следуем подсказкам немного вот на эту часть чуть-чуть все главное хорошо тушевать не надо слишком темно наносить соответственно на эту и все сразу я в тушевую волосы чтобы не было такого чтобы полоску нанесли а здесь далее белая полоска потому что там где растут волосы нас кожи там быстро не загорает естественно так дальше я все время смотрю на шпагалку на область скул наносим сюда так меня спрашивали дает ли он рыжину я не вижу рыжины хороший приятный бронзовый оттенок особенно учитывая что у меня кожа очень-очень светлая сейчас я еще не загорала не считаю что это очень хорошо нет интересно почему здесь нет обычной пудры я бы палетку сделала из четырех частей одну бы я еще пудру добавила так вот так вот нанесла и с другой стороны делаю то же самое нет рыжего подтона очень хороший естественный оттенок я специально на свет встала чтобы было хорошо видно не очень удобно перед этим зеркалом я привыкла красить всегда большое зеркало мне так удобно чтобы я видела себя всю целиком и сразу подбирала макияж под свой образ обычно я сначала на ряд подбираю потом крашу что нанесли теперь румяна румяна очень приятного оттенка такого прям такой приятный розовый но не яркий цвет то есть натуральный хороший оттенок и немножко сверху румяна не переборщить да мне действительно не хватает пудры обычной пудры в этой палеточки было бы здорово ее здесь увидеть вот лицо сразу стал таким свеженьким помните да что румяна нельзя носить слишком близко к переносице то есть по центру глаза мы смотрим вот эта линия значит мы за нее не заходим потому что здесь должен быть у нас такой светлый треугольник чтобы глаза выглядели более открытые распахнуты кстати я буду на эту зону тоже немножечко нанесла хайлайтер дайте попробую вот сюда капельку мне нравится когда вот тут такая подсветка и глаз как бы выглядит более таким свежим да вот если сравнить два глазика напрестом зеркало я туда смотрю и выглядит более свежо поэтому я с этой страны сделаю то же самое а кстати если вы еще хотите сделать нос более узким то корректор мы наносим вот тут по краям и такую полосочку естественно тушую мы не оставляем чисто полосы мы тушуем а если нанесли слишком много то мы пудру делаем что переносится широкая и я бы еще на кончик носа себе вот сюда вот нанесу и нос визуально будет не таким длинным вот я сделала быстро легко коррекцию лица конечно как говорят совершенстве нет предела а если у вас все вот этот подбородок например нависает до двойной то вот тут мы обязательно тоже кладем тень бронзатором вот и сюда мы смахиваем что лицо просто идеально и рассмотрите получше еще раз показываю палеточку как она выглядит вот такая вот красавица а здесь нас есть подсказки то есть чтобы не запутаться и не забыть нанести во все нужные места так что надеюсь вам понравилось видео будет полезно вы все хорошо рассмотрели и если видео полезное ставьте лайк подписывайтесь на канал и комментируйте прям под видео с удовольствием отвечу на ваши все вопросы до новых встреч пока пока gopro stop видео до новых встреч пока так